Госдума сегодня соберется на очередное заседание, несмотря на угрозу, которая несет здание на охотном ряду. Строители нашли пустоты в его фундаменте. Как сообщил вице-спикер Нижней Палаты Игорь Лебедев, зал пленарных заседаний в любой момент может рухнуть в подвал вместе с депутатами. Их реакцию на это известие мы узнаем уже совсем скоро. Ну а сейчас о рабочей повестке дня. На прямой связи с Госдумой наш корреспондент Екатерина Миронова. Екатерина, здравствуйте. Какие законопроекты сегодня рассмотрит Нижняя Палата? Здравствуйте, коллеги. Что касается выявленных пустот под зданием Государственной Думы, то, судя по всему, эта информация никого не испугала. Депутаты сейчас спешат в свои кабинеты, а в полдень начнется заседание непосредственно в зале пленарных заседаний. Фундамент обследуют дополнительно и, по сведению некоторых парламентариев, в случае, если будет выявлена еще какая-то пустота, какие-то дополнительные дефекты, то тогда здание на охотном ряду будет признано аварийным. Я напомню, что ремонт здесь должны, согласно нынешним планам, начать сразу после весенней сессии. То есть, летом, на время этих работ, а это с учетом выявленных обстоятельств более года, заседания депутатов Государственной Думы будут идти в колонном зале Дома Союзов. Сегодняшняя повестка весьма насыщенная. Так, в третьем чтении, парламентарии намерены рассмотреть инициативу, которая позволит родственникам тяжело больных пациентов посещать их в реанимации. Авторами этого текста стали 92 человека. По их словам, такая инициатива имеет множество плюсов. С одной стороны, это будет способствовать быстрому выздоровлению пациентов, а с другой, сделает процесс предоставления медицинских услуг более прозрачным. Проголосовать за депутатов Мосгордумы можно будет через интернет. Это еще один законопроект, который депутаты Государственной Думы рассмотрят сегодня в окончательном третьем чтении. Пока это только эксперимент. И в документе указано, что дистанционное голосование будет проходить с помощью специального программного обеспечения через региональный сайт Госуслуг. При этом, если кто-то из избирателей захочет проголосовать по старинке, то есть с помощью бумажного бюллетеня, то у таких граждан возможность будет. Также отмечу, что в первом чтении сегодня в повестке инициатива, которая предполагает наказание за зарплатное рабство для работодателей, сейчас у гражданина есть право заменить банк, в который должна быть переведена его заработная плата, сообщив на работу новые сведения. Вот если какие-то создаются препятствия, то согласно тому законопроекту, который сегодня будет рассматривать в первом чтении, работодатель должен заплатить штраф для юридического лица, это до 50 тысяч рублей. Вот любопытная статистика, сейчас примерно 29% россиян имеют банковские карты для получения зарплаты. Также Госдума сегодня рассмотрит инициативу, которая позволит в исключительных случаях людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей. И также в повестке законопроект, который разрешает экипажам самолетов применять специальные средства для сдерживания авиадебоширов. Коллеги, будем тщательно следить за тем, что сегодня будет происходить на охотном ряду. Екатерина, спасибо. Наш корреспондент Екатерина Миронова работает в Госдуме. Продолжение следует...